Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить к краю эфир. Я опять от игры отдохнул пару дней. Почитал комменты. Вы меня очень справедливо пинали за несколько вещей. В первую очередь за то, что я тратил патроны. И оказывается, в данной игре, я совершенно пропустил данный момент, когда перезаряжаешься, все патроны в обоим исчезают. То есть перезаряжаться нужно как можно реже. И второе, вы меня научили в комментах, как можно пользоваться сразу несколькими вещами. Для этого, допустим, вот у нас на первом слоте стоит ножик, и на третьем стоит телефон. Нажимаем одновременно единицу и тройку, у нас появляется вот такая возможность. Это круто, по-моему. Так, спасибо вам за это. Кроме того, вы меня пинаете за то, что я постоянно пропускаю вещи, которые лежат на полу. Ну, что поделаешь, вы бы сами попробовали записывать, при этом комментировать. А и при этом... Твою мать. И при этом замечать все, что происходит. Блин, я... Как-то я хреново начал, надо отметить. Надо было тупо взять кинжал без фонарика, потому что когда просто кинжал в одной руке, им как-то сподручнее махать. Вот этот удар, допустим, можно делать. Так, ну что у нас там одно лечебное место есть, но пока мы его использовать не будем. Так, хорошо, эти двое прилегли. Так, давайте теперь пустим по венам дрянь. Вообще, конечно, удивительно, что разработчик данной модификации такой необычный способ лечения придумал. Лично мне противно со всякими этими шприцами обращаться. Ну, что поделаешь. Так, а там в конце у нас еще третий должен быть. Оп. 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 Да, как ты меня цепляешь, я же... Уф, хорошо. Давайте еще сохранимся, чтобы каждый раз не убивать этих говнорей. Так что... Я думаю, так будет нормально. Так, и в итоге мы пойдем вот так, пожалуй. Вообще, я ненавижу канализацию. Еще с амнезией у меня пошло. Как-то... Они меня не то что пугают, я канализацию вообще не... Тихо. Канализ... Давай, вылезай. Канализацию не больно боюсь, но вот именно она меня раздражает как-то. А ты там остался у нас, да? Ну, ладно. У нас один патрон. Я даже не знаю, куда его использовать. Поэтому давайте-ка мы с ножиком побегаем пока. А очень многие мне написали, что в консоли можно написать как-то сейф там, что ли. Это, по-моему, сродни читам. Зачем это нужно делать? Раз разработчик хочет, чтобы мы сохранялись в определенных моментах игры. А так мы и будем поступать. Тут мы были. И где-то дальше нас убили, по-моему, в прошлый раз. Где-то вот тут. Так. Лежит непонятный кусок мяса. Пока что я не пугаюсь. Я успел отдохнуть от данной игры. Так, тут ничего. А вот тут, по-моему, у меня в прошлый раз языка упали. Какой у тебя язык, а? Язык кастый, братюнь. А, ну с ними только так драться. То есть два раза назад нажимать, отпрыгивать. По-другому с ними... Убьют, просто убьют. Давай, иди сюда. Я к тебе не пойду, ты сам ко мне пойдешь. Хотя? Язык? Да, блин. Скотина. Да, блин, что-то у меня... Прыжки перестали. А, у меня персонаж выдохся. Понятно. Фу, так. Эм... Там еще один враг, и, честно говоря, здоровье у меня... Давайте-ка мы... Блин, я не знаю. Сохраняться, далеко бежать. Тем более, там у нас враг. Мы просто не сможем подняться. Мы же там упали с лестницы. Блин. Но читай, меня пользоваться не буду. Не-не-не. Так, хорошо. Куда-то мы пришли. Сохраняшечки нет? Нет, печально. Посмотрим. Ну, сегодня как-то, я не знаю, вообще в том доме, вот, в котором я вторую-третью серию находился, вот там было натурально страшно. А здесь, ну, не знаю. Скорее, тревожно постоянно. Постоянное чувство тревоги. Что, стройка какая-то, что ли? Кстати говоря, к вопросу о сериях. У меня серия данной игры получается покороче, чем обычно. Я стараюсь по полчаса где-то делать. В данной игре я делаю серии ровно такого, такой продолжительности, которые подойдут мне, чтобы отдохнуть от данной игры. Потому что ее надо принимать порциями. Так, в чем тут имеем вообще? Какой-то закрытый строительный объект. Тут мы пройти не можем. Мне бы патронов. Потому что один патрон в обоим это несерьезно. Пострелиться тут есть. Пива. Пиву взять не дают. Блин, куда идти-то? А, вот. Так, больше тут ничего, я смотрю, нет, да? Ладно. Ладно. Так. Я надеюсь, сейчас... Офигенно. Надо открыть. Ой, где? Мне, конечно, плохо, но, по крайней мере, я какой-то прогресс... А, добился какого-то прогресса. Блин, мне здоровье нужно по-любому. У меня персонаж уже ходит как... Ну, это реально, как недобитый какой-то. Понятно, это у нас генератор, похоже. Но, братю, не стани, я, знаете, плохо. Сейчас шире его найдем. Блин, у меня ничего нет. Хоть один какой-нибудь. Меня же сейчас убьют. Да, перезаряжай, ты, мать твою, за ногу, ну. Так, какой тут... Ну, мне только и остается, что использовать пистолет. Ладно, перезарядимся, выкинем. Подожди, где обоймы? Хрен с этим патроном, как говорится. Лучше уж выживать просто. Блин, ну неужели нигде тут шире его нет, а? Блин, просрал патрон. И рука сама тянется перезаряжать. До того у меня эта привычка вообще. У меня вот вечные проблемы. Убью кого-нибудь и сразу начинаю... ...перезаряжаться. Так, ух, блин. Как у меня со здоровьем-то плохо, а? Блево в руке, конечно, не очень удобно держать. Так, дверь закрыта. Может мне сходить, сохраниться? Я в целом неплохо прошел. Дверь закрыта кейпадом. Ладно, что-то не прет мне в последнее время на рандомное... ...всякую ерунду. Давайте-ка мы сбегаем, сохранимся. Пока недалеко. И мы убили врага. Так будет, я думаю, получше. Хорошо. Так, что-то такое. Понятно. Все-таки с оружием себя чувствуешь поспокойнее, конечно. Глупо отрицать. Оф! Уф! Блин, как хорошо, что я пистолет в руки взял. Еще одна обойма. Блин, это ручки дайте мне шире, а? Ну, пожалуйста, хоть одну штуку. Братья, мне только не надо сейчас шептаний. И что, я только за патронами сюда ходил? Ну, ладно. Не так уж и много потратил. Что-то блокирует дверь. Во! Так, мне пофигу. Я в домике. О, хорошо-то как. Фух. Так, хрен прочтешь, опять мне сказали, что можно вот стрелочками. Джефф, добро пожаловать в команду. То есть, welcome to team. Ну, понятно. То есть, все тут пишется. Я думаю, что твой начальник тебя уже ввел по основам. Но есть несколько вещей, которые тебе нужно знать. Эта пещера влажная, холодная и наполненная падлс. Смотри. Под ноги. Перекур каждые два часа. Очень важно. Так. Начальник хрен. Понятно. Запомни код к секции D. Ты будешь перемещаться зад-вперед весь день. Так что тебе придется его запомнить. Код 279. Последний номер заполнен. А, на последний номер. Ну, что-то там зарисовано, короче. Я не могу прочитать. 279. Хорошо. Так. Как я могу это поджечь? Ну, пока я стрелять сюда не буду. По идее, искра могла бы высечь. Так, там ключ какой-то. Высечь. Вернее, пуля могла бы высечь искру. Ну, раз у нас есть код, давайте сходим туда сначала. Вот сюда код, да, надо ввести. Так, давайте сходим, сохранимся первым делом, естественно. Будет спокойно. Играю я, как вы по-своему видите, в 6 часов вечера. Так что я, конечно, зашорил все окна. Поспокойнее мне. Потому что ночью, ну, нафиг играть. 279, 279, 5? Нет. Точно 279. Давайте-ка проверим. Да, 279. Последнюю цифру придется подобрать. 279, 1. 279, 2. 279, 3. Нет. 2, 7, 9, 4. 2, 7, 9, 5. Ну, что ж такое? 2, 7, 9, 6. 2, 7, 9, 7. 2, 7, 9, 8. Да ёлк, вон и побай. 2, 7, 9, 9. Подожди. Какого хрена? 2, 7, 9, 1. Нет. 2, 7, 9, 2. Нет. 2, 7, 9, 3. Твою мать, да что ж такое? 2, 7, 9. Ой. Так, я, может, что-то неправильно понимаю. Подождите. Какого хрена? 2, 7, 9. Блин, там можно понять вообще. 2, по-моему. Там двоечка зачеркнута. Я точно не могу увидеть, но... Вроде как. 2, 7, 9, 2. Или просто может 2, 7, 9. Твою мать, какого хрена происходит? Я не пойму. 2, 7, 9, 2. 2, 7, 9, 3. Так, ладно, выключим, показали. Короче, открылась 2, 7, 9, 5. Почему-то у меня в прошлый раз не получилось. Может, я что-то неправильно сделал. Надо будет пересмотреть. Ну, короче, пошел звук. Значит, мы открыли эту дверь. У-у-у-у. Замечательно. Я прямо даже не знаю, что может быть лучше. Это мои звуки? Нет вообще? Напоминает Пенумбру. Там были паучки. А тут какие-то хрены. Так, а что мы не перезаряжаемся теперь? Нам нужно в одну руку взять, что ли вы? А, понятно. То есть, когда в двух руках, мы перезаряжаться не можем. Это что такое? Патроны к шотгану? Замечательно. Шотган хорошо. Если он хороший, конечно, а не как и в Afraid of Monsters. То, что в упор там с трех выстрелов убивал врага. Блин, мы с оружием спокойнее. Намного просто. У-у-у, тихо-тихо-тихо. Готов. Готов. Что, нравится? У меня еще есть. У нас двое. А ты кто такой? Это то, что я думаю? О-о-о, офигеть. Во! Да пофиг на твою голову, у меня шотган. Так, он, похоже, покурил, покурил. И решил, да, ну, шатается оно все трубой. И стрелился. Так, и я за этим сюда, что ли, ходил? Тут ничего больше нет. А, я так думаю, шотганом я в руке больше ничего взять не смогу. Не, а что, натурально сюда, что ли, ходил за шотганом только? А, вот что, свитится. А, зажигалка. Ты можешь использовать... А, все, понял. Замечательно. Так, давайте-ка мы пока вот так-то. Пистолет. В данных обстоятельствах, по-моему, лучше. Так, ну, теперь я знаю, что нам нужно идти назад. В ту самую комнату. Я думаю, проблем-то уже больше не будет. Хотя расслабляться не стоит. А, может шотган взять? Тут как бы светло уже. Ох, твой... Твою мать. Да перезаряжай ты, мать твой, за ногу. Стоять! Стоять! Фуу, блюдо. Ой, ладно. Так. А, я как раз пришёл туда, куда нужно. По идее надо сходить было и сохраниться. Ну да ладно. Шотган меня выручил просто капитально. Блин, да хоррэ, ну уже потухло всё давно, ну. Так, теперь там чё-то какая-то палка стояла, её нет похоже. Ладно. Мы взяли ключ от канализации. Куда этот ключ нужен? А, у нас дверь в начале была. Да-да-да. Где-то он там. Или нет, вот эта дверь была. Сейчас разберёмся, короче говоря. С шотганом-то уж, ребятушки, тем более с таким бронебойным. Хреном вы мне что сделаете. Патронов, конечно, мало. Так, где у нас дверь была? Давайте ту дверь проверим. В этой серии не страшно. В этой серии много огнестрелов. В начале тяжело, конечно, было с таким маленьким количеством жизней, но сейчас уже как-то уже нормально. Так. Вот, тихо. Так, ну и тут игра у меня вылетела, и мне нужна будет ваша помощь, дорогие подписчики. Я сделаю обращение, когда на тот момент, когда эта серия появится, уже скорее всего эта проблема будет решена. Но, короче говоря, когда заходишь вот в эту дверь, попадаешь вот сюда, и когда вот заходишь вот в эту дверь, игра крашится. Если проблема не будет решена, то еще раз обращусь. Пришлите мне, пожалуйста, в личку сейф после этой двери уже, чтобы пройти дальше, потому что у меня по непонятным причинам она тут крашится просто на рабочий стол. Ну, эту серию, в принципе, завершим. В следующей продолжим уже, когда эта проблема будет решена. Возможно, это будет уже и завтра. Посмотрим в зависимости от того, прислали ли вы мне сейф или нет. Найдутся у нас сознательные люди или нет. Ну, я думаю, найдутся, потому что подписчиков у меня хороших просто море. Заранее спасибо вам. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok ПОДПИШИСЬ!